Господа дамы, с вами Сэр Троглодит и мы будем играть Герои Третьи. Сегодня продолжаем наблюдать за извилистыми путями судьбы жадного до золота Троглодита Геона. Сегодня серия вторая, кто не смотрел первую часть, рекомендую очень. Она повествует о нелегкой Троглодитской доле и почему Геон решил построить Капитолий любой ценой. А еще были свирепые зарубы, неожиданные отступления и, конечно, осады на волоске. Куда ж без них. А закончилась прошлая серия тем, что отважный Геон спустился в жаркое пекло, чтобы прильнуть губами к руке прекрасный Церфинрод. И попал в засаду к одной из пяти великих воительниц, Риссе. Хоть прогнозы и неутешительные, но битва началась. Адские отродья под ускорением. А что? Звучит. Видимо максимальный у них урон из всей этой инфернальной своры и поэтому повышается мобильность. Будут бегать по почти всей карте и, ой, как больно прижигать своим кнутом. Я вот думаю, может со страху льной молнии шибануть, да и не думать. Ничего. Мне кажется, хорошая идея. Восемь маны, конечно, дороговато. Но у нас еще ее сорок. То есть получается пять полноценных патронов. Пусть эльфы закрывают эльфов. Гарпи тоже сегодня благородной эльфийской краи. Не будем поджидать, да, потому что когда адские отродья подойдут под прямую стрелу, они тут же исходят благодаря первой инициативе. Ну, а демоны нас пока меньше интересуют. Каменная кожа на псов. Кто-то очень внимательно смотрел гайд по магии. Это, конечно, похвально. Ну, там, где я говорю, что зачастую гораздо более выгодно это усилить свое войско, а не вот бездумно жахать, как это делает сейчас Геон. Так, давай эльфрито куснем, обнажив медузья телеса. Но это не страшно, потому что обез до них не доскакивает. Хороший сниматель отмашки, но вот некого. Хотя нет, наверное, это была хитрая тактика, чтобы отманить. Хе-хе, потом уже подумал я. Даже минотавры побоятся эфритов. Да вот, казалось бы, эйса, да, видно отчетливо, кстати говоря, окаменение. Что это, ну там, не знаю, второй, может быть, третий уровень. Не слишком высокий, да. Но, потому что мы маг, у нас тоже характеристики, ну вот, 3-1. Вот, ну, ни в какие ворота, ну, просто вот никак. Доходишь, не доходишь. Вот такая вот игра. Не, выключенный эфрит, это прекрасно и замечательно. Пусть таковыми и остаются. Мы постараем, как минимум, постараемся всю магию потратить. Ну, силы чересчур превосходящие. Геон, готовь монетки. А у нас нету. Готовь монеток. Нет, нет, у нас монеток придется удирать. Придется удирать. Минотавры. Они те самые, которые Игне брали. И вот, понимаешь, как оно произошло. Как оно. Слушай, мне кажется, что можно. Ну что, Медуз тоже собрали какое-то огромное количество. И сейчас будем терять все. Очень жалко. Очень жалко. В замке у нас остается Ивар. Да. И Ириса, я вас уверяю, пойдет туда. Пойдет туда. Эфрит еще забрать с собой. Двух. Ну, тут надо уже, видишь, немножко считать. Ну, да. Семь Медуси. Насчитал? Радостно. Да. Думал, два Эфрита. Восемь. Очень бы хотелось добить, если бы вот Минотавр не тормознул. Так, так, так. Подожди. Пятая. Пять у меня скорость. Пять жизни. По-моему, пора удирать, да? Да, пора удирать. Хорошо. Скользкий троглодит. Покидает поле боя. Зато армия, конечно, покорежена у Ирисы весьма сильно. Да и маны почти нет. Смотрите-ка, повысила на уровень. Было 2-1-2. 2-2. Стало 3 на конце. Ну, ладно. Здесь уровень повышать буду я. Молодой эльф Ивар. Да, видел, как его родных кентавров, с которыми они там тоже путешествовали. Ну, просто порвали демоны пополам. Ну, что я мог сделать? Кнут, так знаете, оплетался, да? По сечению кентаврского. И резкое движение назад. И кентавр просто рвет пополам. Жуткое зрелище. Никогда вам такого не увидеть. Ивар, напомню, из знати. Но забияка достаточно сильный. Слушай, как автобой показал, что мы тут выигрываем. Видимо, нужно как-то попытаться убивать у Фрита. Да, а эти застрянут во рву. Надеюсь, что так. Надеюсь, что так. Риса, отдавай все свои прелести нам. Не знаю, будут ли там какие-то хорошие артефакты. Почему бы нет? Можно на это надеяться. А Ивар начинает свое шествие. Может быть, не к трону, но к его подножью. Я думаю, Риса сейчас будет убегать, если есть куда. Ну, я бы, конечно, выскочил. Но здесь совсем неким. Победа. Замечательно. Продвинка стрельба. Она нам явно потребуется. И вот тут получается Игнат. Не слишком страшный. Сирфенрот. Все в порядке. Моя дорогая. Главное, тебя спасли. Слушай, ну вот на самом деле. Она может пойти на Томику. Но у той есть магическая стрела. Поэтому один раз Гарпия походит. Выстрелит. И вот, собственно, все. Венец скорби. Нетронутый. Корбак. Геон, конечно, 13 уровня. Мистер Орлинный глаз. А свое поражение от Рисы как-то проворонил. Хотя Траглодиты у нас говорят, что если из драки тебе удалось ноги унести, то это стало быть не поражение, а вполне себе тактический маневр. Ну, так и считать будем. Слушай. А у меня возникла шальная мысль. И мне кажется, у нас даже должно получиться. Давай в Конденте наймем Геона. Ну, что он, Инферно захватил, а адских прелестей не вкусил. Культ Огня поднимает ему силы заклинаний. Гарпию выдаем. И очень надеюсь, что мне хватит ходов еще забежать в школу магии. Повышаем знания. Угу. И да! Получается добежать до темнокожей воительницы. Вы спросите, зачем у нее уже магическая стрела? Отвечу. Делай раз. Делай два. И беззастенчиво задаемся. Оказываясь, благодаря такому маневру, венце скорби с плюс один силы заклинаний и одно знание. Вот. По-моему, очень даже неплохо. Стоило нам это, конечно, довольно дорого. Ну, видимо, две с половиной, две с половиной. А нет, две с половиной одни считать не нужно. Да? Потому что я бы так и так Геона бы выкупил. Так что на образование совсем и не жалко. Ивор, я думаю, что есть у тебя все основания прищучить Томику. Между прочим, проигрываем. Но нет, у нас есть волшебная стрела и тайный свиток с заклинанием. И базовая логистика, что, кстати говоря, очень даже кстати. Захватываем лесопилки, склады ртуки. Пегаса охраняют. Ну, какое-то тайное заклинание, наверное, я не знаю. Ферфинрод пока осваивается. Ну, опытный цех. Ну, да. Пойди, захвати. Слушай, Домокон, а ты не хочешь взять как-то вот сюда прокраситься? Между прочим, от мельницы к мельнице он ходит и горя не знает, а? А там, между прочим, склады ресурсов. Так. Ой-ой-ой. Хе-хе-хе. Да. Под ускорением это, конечно, да. Медузы медьте в канди-бобр нашей снегурки. Ну, я думаю, тут не получится сделать без заклинания. Гладитов спрячем. Угу. Ну, как вот спрятали, так вот и смогли. Да уж. Надо магию, мне кажется. Хотя я понимаю, что она отрегенерирует, но хотя бы отрегенерирует один. И сдается сразу. Ну, хорошо, хорошо. Кира, еще увидимся. Она хотела разведать в первую очередь, да. То есть понеслась к осветительным нашим приборам. Если я все рассчитал грамотно, все было именно так, то, да, Гриндану, по-моему, не удается, не удается сбежать, но хотя бы передает какие-то войска. Нет, Гарпия тоже нужна. Ну, как я без Гарпии-то, а? Здесь Игнат, у него ходят первыми собаки. Опасно, опасно. Ну, Гриндану-то терять бы не хотелось. Это ж не какой-то там домогон. Хе-хе. А вполне себе очень даже полезный товарищ. Немножко подменять ресурсов, да. Башня магии, например, второго уровня. О, да. О, да. Я думал, ледяная молния хорошо, но воздушная гораздо лучше. Гораздо лучше. Там урон совсем другой. Подманиваем. Дескать, я тут один только с Гарпией забавляюсь. И я думаю, Игнат должен заглотить наживку. Идет ход. Красный лютует, бушует. Еще кто-то выскакивает с интересными флагами. Кажется, кажется, варвары нашли к нам дорогу. И вот началась веселуха, собственно. Самое время. Гриндан, вообще, да, хотел бы отступить, но я хочу посмотреть в глаза Игнату, понимаешь. И, может быть, шандарахнуть. А чего? О, страшно. Хотя, вот я шандарахну, да. И он не нападет на Геона. А Геону, вообще говоря, опыт очень даже нужен. Все 1200. Делаем выстрелы. К сожалению, против магии, наверное, никак я не спасусь. Да. Вражда и крови. Только если Побеждаем скелетов. Я думаю Пообесеняткам, потому что этих будем магией. А, ну вот, собственно, да. Вот они, наши медузи потери. Надо было стрелять, пока нас было пятеро. Ну, что ж. 49 безов. Не получается он. А, у нас маны кончились. Да, Геон. Казалось бы, знание 8. А вот-то вот нет. 1200 опыта. И розовый уничтожен. Это была последняя лебединая песнь. Игнатовская. Неплохо, неплохо. Ой, вот это плохо. У Геона, конечно... Три-четыре. У Геона, конечно, вся стенка в скальпах. Жедет повторно к нам пришел. Горний сон с циклопусами и виверными. Аламар показывает дорогу в подземельях, а? Ах ты, предатель. И болотники тоже тут. Да Макон не слышит эхо войны. У него задача вполне себе конкрет... О! Кстати говоря... Проклятье-то я искал. Давай ты... О! Прям такая жива золотая. Надо донести нашему главному 13-го уровня Геону проклятие. Ты спрочешь, почему нет в контенте проклятия? Я не знаю почему. Что поменяется с этим? Будем очень сильно ослаблять врага. Очень сильно. Не знаю, когда я смогу кинуть... Орлах! Здорово! Здорово! Брат Орлах выскосил. Ну надо же. Что-то тоже как-то ты... Не знаю. На побегушках все ходишь. Ну, судя по твоей армии. А вот, знаешь, некоторые это как-то Капитолий построили. Вкладываются в крипту. И вору уже не хватает опыта. Третий уровень. Хорошо. Не, Орлах не добегает там совершенно точно. Даже если, по-моему, с логистикой. Гриндан. Ну что? Единое повышение, я так считаю. Да. Надо нам все-таки генералов как-то, ну, прикармливать, приплаживать. Сила магии все-таки, конечно, лучше. Ну, мне так как-то хочется, кажется. Так. Трагорита. Ксерные тучки. Нормально. Трагорита к феечке не пускать. Дас. Дас нас пугает. Просто вот вас из Дас такой. Может нам очень крепко навредить. Да давно пора мантикор строить. Ну, серьезно. У всех уже шестой уровень. Я вас уверяю. Там и седьмым. Да за седьмым не заржавеет абсолютно. Что же делать? Что же делать? Ксерон тоже возвращаться не может. Ну, давай медуз доставь к нашему, хоть, к столу. Вот. Ну, не знаю. Уверен, что боевые подруги выполнят гораздо больше функций, чем пищевое насыщение. Фу, как сказал, неприятно. Траглодиты ни за что вот так вот медуз не будут. Да. Траглодиты молодцы. Портал вызова. Портал. Да не, мне кажется, надо... Надо защищаться как-то. Хотя у нас 80 маны. Бабах, бабах, бабах. Да, думаю я взять, усилиться так, что он вообще не нападет. Или все-таки послужить некоторой приманкой. На самом деле и в Конденте тоже планируются какие-то траты. Северные тучи, конечно, здорово. Но они будут плюс 2 к силе заклинания давать. Давай, наверное... Ой, ой, яй, 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 яй. Ну, я был уверен, что там медузы. Я забыл, что захватили. Ивар, да по глупости, по молодости взял и захватил. Бесовник. Бесовник. Ну, ладно. Страшный геон. Конечно, страшно. Мир такой. У Красного, конечно, там огромное владение. Ну, давай, давай. Не доскакал, не доскакал. И тут кто-то из бракодинских идет. Те самые пираты, да, которых я боялся победить. Гурнисон просто не заметил. Нашпиговал стрелами и был таков. Да, и сирена. Та самая сирена, которой мы уже не дали один раз бой. Забавно. Я думаю, что имеет смысл разбиться об орков. Но там две с половиной тысячи золота нам будет. Они нам сейчас, скорее всего, нужны. Да, орки входят старыми. Все правильно. Я думаю, что раз пока не задействованы наши ксироны, домокон, да, лучше пешком донести. Проклятие не будет так вот критически важно в ближайшее время. Здесь уже и фриты, и орлах. Пошли биться. А что, смогу победить тебя одними бесами, да, гогами? Наверное, смогу. Давай, гриндан. Все получится. Так, так, так. Бесов тут захватили зачем-то. Ивор на самом деле мог бы и подразведывать. Да, и сиренцерот тоже. Если ты думаешь, что ты просто красавица, приносящая нам по кристаллу в день. Ну, в принципе, так оно и есть. Но если ты еще разведаешь, будешь совсем золотой. Дядь, пусти погреться, Ивора. Феечку тебе. Да, ну а что, для сосугрева. И с феечкой троглодитом, такой романтичной парой, я предлагаю двигаться вперед. Конечно, чуть-чуть потрескивает у меня, что это будет неоптимальный разгон. Но, ну что делать? Нет, не готов я ролевую составляющую настолько сильно держать. Вот, все-таки, все-таки троглодит дал вольную. А что, он пришел у нас из свинца скорби венец к венцу. Да, привык я к венцу, знаете ли, подземному. Антикоры. Сейчас осады будут крепкие. Геон, Геон, Геон. Слушай, а сирену, мне кажется, я так смогу победить. Что думаешь? Не видать ее, но она вроде не страшная. Выбежать, да? Смотри, победить. А что там есть? Ничего там нету, не страшно абсолютно. И Даса потом ждать уже в замке. Мне кажется, сирена может и не напасть с нашей улучшенной армией. И разбежится куда-нибудь. Тоже ксервона победит или еще что. А у нас вот тарглодиты получили повышение. С вами на тавра не весело. Хотим, ждем, когда будет шесть. Красавцы. Колючие елочки. Победе быть. Маны, к сожалению, большое количество. Как-то вот красиво так вот со стенкой огня поступить. Знаешь, многовато летающих, телепортирующихся. Поэтому, наверное, вот так. Да и ждем. Выстрел. Пока маги никакой. А вот и она. Патролитом-охотником. На самом деле, наверное, Гарпий была более предпочтительная цель. Ну вот, как есть, так есть. Еще держим в уме, что неплохо было бы победить сирену. Да, вдруг у нее артефакт какой-то найдется. Чтобы она не убежала. Ай, тарглодиты прям, конечно, заземляют как могут. Больно. Было бы 40, ты ткнула сейчас. А сейчас-то что? Сейчас уже никак. Ну и, увы, тут, наверное, ничего не получится. Да, и сирена сможет сделать еще один, да, выстрел и сбежать. Ладно, разменяю атерглодитов на 500 опыта. Ну и спасли, надеюсь, шкуру ксерона. Ну или вообще-то что-то еще могло произойти неприятное. Да, 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 перед ним красной тряпочкой. Помаши, он и нападет. Вот так оно и есть. Блестящая победа. Даже автобоем, ну, я абсолютно уверен, мы сможем лучше. Мана не восстановилась. Это будет в следующем ходу. И они, смотри, как стали под метеритный дождь. Может построить уже, правда, вот... О, защита от воздуха. Это неплохо, это неплохо. Ну, как раз вот против молний самое, что именно есть оно. Медузу бьют. Медузе больно. Да, честно говоря, подмывает меня потратить все ресурсы, построить, не знаю, там, четвертый уровень башни, да, получить какую-нибудь цепную молнию там. Или, не знаю, метеритный дождь. И горя не знать. Потому что с силой заклинания у нас-то все в порядке. У нас, ну, вот, нету... Так. Ну, ну что такое? Эх, да я бы хотел сэкономить, вот, не получилось. Ладно. Думал, что гладиты победят эту фурию гарпийскую. Вот, но не получилось. Так. Ба-ба. Мы дождались, пока сошел фас на лед. Защита от магии воздуха. И да, да, сбегает. Ну, что ж. Варвары меня беспокоят сильно. Вот прям вот, вот в топе моих беспокойств и невротенических расстройств. Хе-хе. Ну, страшно, че. Там у них атака совершенно чудовищная. Медузы всякие эти. А тучи меж тем сгущаются над Гринданом и Иваром. Все дело в Андре. Шамкающей бабули. Несущей пирожки. Заботливые объятия. Хе, как бы не так. Внешность очень обманчива. Птица восприятия, я не знаю, зачем вообще, кому нужна, но попросили, подумаем. Болотники, да, всегда выглядят как-то робко, непрезентабельно, неказисто, но канденту не устоять. Ой, Гриндан. Гриндан не может вернуться, потому что разгонялась он, видимо, на чем-то прекрасном. Фея. Ага. Ну, Ивар, молодой повеса, с одной феей, злобоглазым. Ну, нет. Какой бы ты герой ни был, замок не отстоять. Слушай, ну, получается, тогда взбучку Орлаху нужно будет отложить. Активируем. Золотой телепорт. Орлах, ты куда баллисту делал? Неужели и стерлась от излишнего использования? Вот. Не обращаем внимания на то, что там бежим с позором или что. Какие-то суждения совершенно субъективные. Все, серные тучи, я помню, не строил вообще никогда. Они увеличат нам силу взглядания с пяти до семи. Получается, добрых 40%, да? Да, это очень-очень даже ощутимо. Домокон занимается своими завхозовскими обязанностями. Хозяйствует налево, направо и передает Ксерону проклятие. Оно нужно, в первую очередь, конечно же, Геону. Ну, что у него мастерская магия огня. Вроде можно отбежать до гномов. Мне кажется, такой силищей заклинаний. Мне удастся их победить и без какого-либо усиления. Ну, конечно, видел я, да, атакую защиту плюс один. Но на нее нужно целых полхода тратить. А у нас их сейчас нет. Решительно нет. Как мы жили без закончика троглодитов в регионе, я даже не знаю, боюсь представить. Ну, давайте. Я прямо уже, честно говоря, пожалел, что открыл столько области, наразведывал. Потому что вызывает тревогу, неуверенность. Такое количество врагов и все сильные, страшные вертят, крутят чего-то куда-то. Спокойно, Геон. Меньше видишь, как говорится, крепче спишь. Да. И Андра, похоже, нападает. Похоже, нападает. Даже, даже автобойная победа. Давайте реализуем еще круче. Ну да, что-то ты никакой-то не подготовленный к нам пришла болотная жаба. Не, в принципе, логично. Да, вот магию огня нужно защититься. Потому что, потому что почему? Не знаю, может против инферна воюешь? Ну, такая себе логика. Потому что даже у наших гогов не происходит снижение урона. Постреливаем. Да, наверное, бесов надо закрыть. Потому что это наш основной ударный отряд. Ну и, наверное, на самом деле, много погиб не съест. Чувствую, Андра, вас ничему другому не учили в вашей академии. Знаете, попадаются такие иногда совершенно нерешительно не специалисты. Да, то есть, вроде там, волшебница, колдунья темная. Да, там, порфенных болот гроза. Одно заклинание. Ну, что это такое? Учиться надо было лучше. Надо было лучше. Мне кажется, сейчас все... Да, все правильно. И верно, поражает. Огонь свыше. И эти ребята не забегают. Так, стоп. Это ускорение. Соответственно, он на ожидании может залезть в ров. И проникнуть к нам следующим ходом. Замедление хороший вариант. Но, я думаю, все-таки так. Потому что сейчас, смотри, снимают еще пару. Даже тройку. Блестящих. И уже ров не пересекает. Андра. Да. Чувствую, ты была разочарованием. Вырвали из ее клок волос вместе с тетевой единорога. Угу. Но, мэтт, хорошо. Вистон. Синий. Кассиопея с гигантом. Когда появляются на поле боя гиганты, троглодиты, сиротливо жмутся за камень. Опасно. Опасно. Ну и, да. Гриндану может достаться на орехи. Еще кому? Волшебство. Да, да, да. Давай возьмем. Почему бы нет? Ивру хочется приключений. Серфидрот продолжает специализироваться на всяких бижутериях. А чего? Кристаллы будут добывать. Хорошо. Ну и, да. Тут надо как бы возвращаться на самом деле. Аламар. Ах, ох, 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 ох. Да не, никаких отступить. Я думаю, что совершенно любое количество гномов я должен побеждать. Не за счет силы гарп, а за счет нашего 2-4. В принципе, проклятье-то очень даже идет. Но я буду, наверное, надеяться на их... Не знаю. То, что у них будет мораль не такая высокая. О! Хе-хе. Красота. Красота. Здесь самое главное угадать, куда пойдут гномы. Да. Смотри. И вот я здесь могу встать вот так вот, по идее. И сжечь тогда и одного, и второго. Угу. А, кстати, я не складывал ничего. Нормально. Все в порядке. Сейчас этих как-нибудь заформуем. Ну, то есть ставите огненную стену. И ровно, да, наискосок, чтобы он проходил через 2. Это самая, как бы такая, простая базовый уровень пользования огненной стены. А вот. Так, а сюда получается так. Ну вот, вот эдак, да? Не, скорее всего, здесь можно еще как-то еще более эффективно себя повести. Ну, в принципе, наверное, мне хватает. Раз. Эх, не вышло. Не вышло. На всякий случай вот сюда. Угу. Ха-ха. Остановился. Поглядите. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй не сообразил. Но все получилось. Да, знаете, продвинутый роли на глаз Намного будет лучше, чем обучение И я знал, что я доскакиваю Потому что разгонялся я на гарпиях До этого сидел с траглодитами Блестящее зрелище Огромное количество денег 15 тысяч Даже есть кого выкупать Или займемся чем-нибудь другим Так, видишь, в контенте-то тоже Какие-то капитальные надо ремонты проводить Не знаю, тут замок есть И фриты есть, в принципе, больше никого не надо Сейчас, может быть, в мельнице Удастся что-нибудь найти Ксерон поглядывает так на Аламара А Аламар поглядывает на Ксерона Но, как известно, если слишком долго вглядываться в Ксерона То Ксерон может начать вглядываться в тебя Вроде ничего, я не боюсь Вистона уж точно никак Зал застывших голосов В принципе, модно было в одно время У нас было там по 20 медуз Ну и сейчас, наверное, будет неплохо Маратозамка Седьмой день Да, давай так Аламар отступает Под защиту, под эгиду По-моему, оранжевого цвета Орлах пытается убежать И да, Ксерон выбирает Путь войны Тропу Ведущую в могилу Ай Сейчас будет просто популяция Я думаю, у меня все получится Подзакупить Дух удвоил свое население Ага, ну, как раз Весенний призыв вроде Орлах тут бегает, ходит Доберутся у нас и до тебя руки Доберутся Но пока, может быть, не сейчас Куда-куда Денег огромное количество Можно нанять просто всех Если я не ошибаюсь То я, да, успеваю Выучить каменную кожу Которую мы и так знали И духи преграждают Путь серфинрот Блин Хе-хе Ладно Кристаллы Абсолютно ненужная вещь У нас их 30 Да, и шахты Две шахты даже, да Серфинрот тоже знатно Алхимик Ну что, сшибаем бесов А что нам остается Ксерон Да, причем это, видишь, армия подземелья Да Армия подземелья Так, 1060 Чтобы Ксерона не подставлять Поэтому забрали в него Угу Войска и вернулись Удвоив, кстати говоря Нашу ману Мерланда Прям, да Человек-мотивация Видимо, из конкурирующей организации Саумира Джафарыча Да Очень довольная Ну, мы сотрем Улыбку с ее лица Я вас уверяю 12 минотонов Улучшенные глаза Слушай, ну вот Это уже армия Вот до этого, знаешь Были какие-то Отряды Не знаю Какой-то произвольной обороны Народное ополчение А это уже армия Ну, 20 тысяч Мы в нее вложили Конечно же, да Слушай, ты стой вот так вот Может быть На серединке, да И жди, когда тебя освободит враг А потом Прыгай Какая-то нормальная мысль Ну, заперли нашу Даму Обширных достоинств Поэтому Поэтому, да Наплевательски отнеслись мы К гриндановской обороне Но думаю Это не страшно А там никто не нападает Ага Вот так выход И смотри Орлах опять же Выигрывает Просто В ноль Почему так происходит? Не знаю Слушай, а фея И 15 бесов Ааа Ну нет Ну нет Не получается Увы и ах Никак В честном бою Я бы, да Снял отмашку 15 бесов Загрызли бы С двух ударов Зомби Скорее всего Только так Ах Орлах А вот кровь-то нам портишь Сдаемся За 12 рублей А чего? Фею сохраним И то будет хорошо Хе-хе-хе-хе Да уж Как пожилая дама В супермаркете О, кто-то Взял в улях Разбился Интересно Нападает Не боится Но нет Здесь у нас Ворона крепка Интересно 2,5 Угу Крепкие Такие твердые Я бы даже сказал Ба-ба-бах Сила Замечательная Раз Два И сейчас Будет еще Одна Молния Не жалко Тысяча Экспертная земля Очень хорошо Очень И да Хотел сказать Что здесь Как такая Пожилая женщина В супермаркете Прижимается К вам Вблизь Но Ксерон Еще жив Еще жив Дамакон Теперь смотри За призраков Он даже и не выйдет Из своей Хозяйственной резервации Забавно Забавно Гриндан Но мы долго терпели Этого человека Я предлагаю Его На кол посадить Здесь вроде Никого нету Чтоб никто Не заметил Угу Безбежит Подихороняка Но Кто знает В антикоров Чуть-чуть Преждевременно Только если Деньги останутся Угу Тек Четыре Кажется Должно получиться Либо убежит Либо А он похоже Убегает Да Да Ну ладно Ничего страшного Гриндан Повелитель Подземных Инферналий Да уж Нет Ругодита Всегда была Конечно Гибко С моралью Поэтому Не осуждаем Наше дело Правое Власть Золото Подкуп Все будет хорошо Побеждаем Потеряв Однако Просто Всех Медуз На свете Угу Угу Опять Вот стоят Подмедеритный дождь Которого у нас Нет Как грустно На такое смотреть Гриндан Нельзя Его целовать А вот Как насчет Вот такого Прохода Глаза Давай Глаза в глаза Хотел сделать Ох Ох Ой Упал Гиганта Я прям сильно Что-то испугался Оказалось Не все так И страшно Так Мы Не хотим Отпускать Отпускать Мы не хотим Так Смотри Я делаю Сейчас вот Один Два Три Четыре Слушай Он мне кажется Должен убить Должен победить И сразу Молнией Шандарахнуть Да Эх И Все он не сдался Отлично А вот сейчас Шандарахнуть Молнией Двести Наста девять Урона Кажется Шесть минут Я к сожалению Не смогу Победить Издали Эх Жаль И он сдается Ладно Ладно Ранда Давай Вот с таким же Лицом Энтузиазмом Приговариваю тебя Сами знаете К чему Аксерон Что Получится Нет В принципе У нас В моде Знаете В подземелье Это Орлиный глаз Учить Знать Мне кажется Не догадывается Что Орлиный глаз Это Достаточно Бесполезно Но Наш лидер Наш Глава Все больше Зарабатывает Авторитет И Что он Делает То и другие Пытаются Повторять Обезьянничать Значит И он Приятно А чего Никогда Он не чувствовал Себя в таком Положении Лидера Угу Угу Ну Тут дело Интересное Сирена Сирена Васильевна Могуча Ты Ага Что-то Что-то Не получается Что-то Не выходит У нас Три О Я снигеря Думал Что это Шальной Из Какого-нибудь Не знаю Лагеря Наемников А тут Полноценные Три дракона А их просто Так молнии Не закидаешь У них иммунитет Да Макон Горя не знает Вообще Даже про него Говорить не буду Еретик С модной Прической Подразведать Немножко А Ну вот так Вот Аккуратно Как ты думаешь Или страшно Страшно Конечно В чем говорить Ммм Ягар Чернокнильник На повышение Калификации Ивара Привезли Ну а чего Очень хороший Бойки Парнишка Рунный Изберна У нас по-моему Их еще Нет Не завезли 2-4-3-1 Ну как бы Это уже что-то Это уже кто-то Так Застрял Гриндан Слушай Мне кажется Надо Да 8 демонов Стоят они Псущие копейки Я думаю Вот такой состав Не победить Такой состав Прям И приманит Дракона И разобьет Его В пыль Разгоняться Не разгоняться Не знаю Ну и приманят Соответственно Или нет У Геона Появилась Возможность Побежать дальше 50 духов Вот просто так Народилось Ну надо же Да надо конечно Быть Разбить 20 пыльных Единорогов 112 50 Ну видимо Да уже За столом Ты больших мальчиков Пора выбирать Себе Серьезные цели Вот королевы наги Они Ну типа Относительно Медленные Мы их застреляем Молниями закидаем Огнем Задушим Вот мне кажется Оттуда-туда Надо зайти Ну и охраняют У них явно Что-то хорошее Правда же 2.8 Угу Вот только Вот только Подойдите К минотаврам У нас Топоры Заговоренные Призраков Только так Рудят 20 пыльных Единорогов Будем кидать Огненную стену Да Ставить везде Гарпи Подставлять Ну охраняют Они сущий пустяк Вот этот Да Кулон проклятия Но он скорее всего Зачем-то будет нужен Какому-то провидцу 3.4 Ага Так Ну что Давайте мастер-класс Показывать Смотри Мы сейчас Прогнозируем Что эти Будут идти Вниз На гарпи Которую я там Подставлю Да Получается Вот так Я жертвую Ее Все в порядке Но мы сейчас Скорее всего Соберем Огромное количество Единорогов Давай Первый пошел Раз Два Второй пошел Раз Два Третий Ну Раз В принципе То есть Раз два Раз два Раз То есть Пять Пять урона Пять раз По там Двести Да Мы принесли И даже еще Хо-хо-хо Не Вот это была Огненная стена На славу Вот это Вот Вот Да Да Геон Пора награждать Самого себя Знаете Как некоторые лидеры Любят Орденами Какими-нибудь там Великой луны Восходящей звезды Ну правда Хорошо получилось И мне кажется Эти больше не проходят Ха-ха Ну выдаю Эксперт Орлинный глаз Получается 60 процентов Четыре Еще и с 15 уровнем В общем Если против нас Когда-нибудь Колданут Какую-нибудь Цепную молнию Там Или материтный дождь Мы точно Ее запомним Мы точно Ее Запомним Яростные Змеи Со змеями Знаете Как-то всегда Очень Спокойно Воевать Потому что Они ходят Почти всегда Первыми И их Ну очень сложно Проконтролировать Да Наверное Бить надо Смотри Раз Не Я бы тоже подумал Про проклятие Так На секундочку Это тоже Очень Очень Хорошая вещь Особенно Против змеев Они бы просто Вообще Не били Но Я думаю Мы сейчас Просто Да Почти всех И победим Ну вот Четы Остался последний Отряд Ну вот Одна гарпия Невысока Цена Потеряли бы Больше Был бы Более стильно Но Массовое проклятие Мы сделаем Шесть Уверн Шесть Уверн Не Мы помним О степени Их Некоторой Бесполезности Но Надеемся На лучшее 128 Откуда Такие Количества Я не понимаю Знаешь Я вот даже Джинов Боюсь Меньше Чем Бакланов Потому что Те Как Если Особенно Улучшенные Налетят Дважды Куснут Ох Мало Не покажется А джины Быстрые Красивые Но Прогнозируемые Хотя Тоже Они будут Там Колдовать Так Ну вот Конечно Сельфинрот Прям Вот Застряла Ее бы Освободить Но И там Септиены Мне страшно Ой Сирены Хотя Что Сирены Что Септиены У обеих Причетки Как у Завуча Ну конечно Идет нападение Если доскачет Конечно Ага Вроде Победа Хотя Конечно Драконы Это Это страшно Ну и Шесть Минотавров Королей Я думаю Просто так Не появились Щит Потому что Молнии Там По гарпиям Или Минотаврам Совершенно Не нужно Стрелять А вот Выдержать Удар Удар Конечно Будет Больно Мне кажется Нужно Вот так Угу Все нормально Да Казалось бы Три красных Дракона Сила Сила Безусловно Но Наша Вороноспособность Вышла Покрепче Глаз Да Ты уж Не обижайся Но ты последний Остался Из подземелья Поэтому Нужно Снимать Отмашку И давать Дорогу Молодым И краснощеким И немножко Двурогим Так Уже Можно А он Не сможет Два Там места Нет Все в порядке Так Так Слушай Ну по идее Отпускать нельзя По идее Отпускать нельзя Делаем Раз И давай Два Непременно Двадцать Пять Вот Мы еще увидимся В следующий раз Придет с черными драконами Да нет Черных драконов Тут не построить Мне кажется Хотя это мне не построить А если поставить цель Черные драконы Любой ценой Да Угу Мужтина С забывчивостью Если не ошибаюсь Лихой пират Я вот прям смотрел Облизывался Вот облизывался Смотрел Геон говорит Ни разу в жизни Баклана Не голодал Понимаешь Не пробовал Одни грибы Да слизь Ну и конечно Мы проигрываем Тут даже Без вопросов Вот если так Да Попробовать Вот сюда Например И выставить Ну вот Минотавров Получается Потому что Они не решатся По ним ударить Ну вот Ну никак А очень крепкие ребята И с одного удара Там такая Будет отмашища Что Ужас какой Ну чего Приманим Привлечем Почему бы нет Угу Так Так Вот Ничего себе Ну да Ой 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 То есть Они выдерживают К сожалению Нашу огненную стену И двух Вверн Вот Растерзали По другому Не скажешь У животных Этих Нету Никакой Морали Совершенно Терзают Бедных Вверн Ну ладно Здесь уже Получится стенку Где нет Места для стены Есть место для Громовержца Зевса Ай 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 Да чего Творит А Неприятные Верно Ну вот вы видите Да вы верны Вот шестой уровень Вот ну пожалуйста Просто рассыпались Вот просто в прах Эх Да видите Ладно Ничего страшного Зато сейчас Наверняка Тут будет что-то Просто Феерическое Прекрасное Замечательное Архангелы 15 тысяч Опыта 15 тысяч Опыта А это всего Два уровня Ну можете ли вы Измерить Магию земли В наших страданиях Конечно могу Он верно потерял Всех Вообще Решительно Тоже отступить А с этими Ребятами Ой Вот это Вот это прям Сильно плохо Ну вроде там Можно вот так Сделать Ага С мастерами Джинами Они очень Любят Колдовство Само по себе Вот И перед друг другом Выпендриваются По другому не скажешь Не долетел Не долетел В магических Своих Эксорсизах Вот И пока Не наколдуются В волю В атаку не пойдут Ну на этом Мы их собственно И ловим И ловим Да Ману тратить Конечно не хотелось бы Но Чего делать Давай Еще Больше Выстрел Мог бы быть Покрепче Давай наверное Отлетим А мы знали Что так Все в порядке Защита от воздуха Угу 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 Так Так Что Надо бить наверное И стрелять Что Зачем Ой Там защита от воздуха Верховный Джин погибает Один Хе-хе Ммм Да И я такой Ну защита от воздуха Думаю Типа Ну бесполезное Там Я боялся Там не знаю Ускорения Или Молитвы А так Ну да Чего страшного Глупо получилось Очень глупо получилось Но Ну что поделаешь А тут Сразу Семь Тут семь Там по-моему Семьдесят процентов Снимает Серьезно Серьезно Так Давай-ка все-таки Вот сюда Подбодрил А Подбодрил Так Тридцать семь Тут Тут ни то Ни то Него не выходит Получается Да Один два Один два Ну ладно Удар 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 На Видимо Удар Не знаю И вот так вот Как ты это Сблокируешь Моншер Отлично Всего одного Глаза потеряли Совершенно Не нужно И еще Вот этот Царский выбор Слушай Грамотность Или первая помощь И он прям Прям продолжает Марафон Удачных навыков Наш Зорки Троглодит Ну что Взяли Грамотность Ну Не знаю Ну а чего Будем грамотным Может Кого-нибудь Аламара Стретим Или там Джедита Выучимся Ну Да Такой вот Ты Необычный Мальчик 12 уровня Чернокнижник Черт побери Гриндан Молодец Просто красавчик Отразил Большую Трудную Осаду Давай Собственно Один Этот Ифрит Наверное Победит 50 Угу Ну тоже Тоже Тут естественно Тут элемент Некоторого Выпендрежа Хотя стенка Не такая Конечно Жаркая Налетой Пожалуйста С духами Посложнее Потому что Они летают Соответственно Мы можем Когда они Пролетают Сквозь стену Их Не Бьет То есть Нам нужно Ставить стенку Так Чтобы они Именно Прилунились Именно К нам Нет Самое Разумное Конечно Было бы Это просто Не делать Стенку А Кидаться Стрелой Молнией Но Гриндану Очень хочется Повторить Подвиг Подвиги Оно Как-то Бестолково Выходит Сейчас Подожди Вот если Сюда Вот так Сейчас два Будет Смотри Раз И Два Даже Почти Три Ну как-то В общем Ладно Получается Среднее Да Гриндан Тут Тут думать Надо Тут Понимаешь Да они Облетят Не знаю Что ли Регенерирующая Мне очень Хотел Посмотреть На этот Бой То есть Огромный Фри Да Такой Разводящий Огонь Руками И 50 Духов Что ж Серфенрод Прошу Прошу Ой Сразу Сразу Вляпалась В какое-то Нехорошее Место Так 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 Ивар Ну не знаю Чувствую себя как дома Но может Немножко Подразведать 58 Хижина Правиться Серона Чуть менее Жалко Потому что Ну Ивар Подкаченный Молодой человек А вот так Серон К сожалению Не слишком Покинутый дворец Дьяволов Гонять Так Прикольная Мысль Давай Монтикор Приучим Вот Две Монтикоры Духов По-моему Не победят Ты что-нибудь Умеешь Нет Вот Тоже Стенку Умеешь Ну вот Мы видели Как мы Умеем Стенку Не знаю Мне кажется Будет Немножко Тяжеловато Котлы Да Улучшенные котлы Для состоятельных Грешников По премиум Подписке Горячая вода Понятно Кубометрами За отдельную Плату Ну а чего Инферно Крутится Как может Погоняли Упырей Захватили Золотую шахту И К винцу Скорби Направляются Два Смертника Зилар И Дрейкон Ну в принципе С не нулевыми Армиями Некоторая проблема В том что Геон застрял В пруду С драгоценными Камнями И вернуться домой Может только Без армии Ну нет Я наверное не готов Ну а чего делать Получается тогда Ивору Нужно будет Мужаться Отращивать Бородку Как у нас Подземелье Носят Ну и Защищать Родной Капитолий Хотя вот тоже Есть некоторая надежда Что 140 Горгули Охранять что-то Достойная Уж не знаю Там дверь измерения Или городской портал Ну Некоторая вероятность Есть Что Геон Сейчас Прямо Так вот Просто По-королевски Прыгнет в родной Замок С армией Остановит Ману Ну и конечно Не только Отобьется Ну и Много Сделает чего Хорошего Пока он Видишь Взял отпуск По обучению Ну Две коробки По 15 тысяч Опыта Это здорово Это круто Ну Солмир Джафарыч Видите Писал В своих трудах Что Саморазвитие Очень важно Постоянно нужно Читать книги Улучшаться Бить молниями В горгулий Молниями Бить хорошо Писал Солмир Джафарыч Но мы не до конца Понимаем Как это связано С Капитолием Верняка Пока Нам это откроется Знание Чуть позже Горгулий Каменных Вообще Не уважаю Они не могут Ничего Победить Никого Ну вот Посмотрите Это у нас Атака защита 4-3 Да Победа 2000 опыта И Слушай Элементаль Огня Элементаль Нет С нашей магией Огня Это очень хорошо То есть 44 Огненных Помощника Это да Это здорово Но Не вернемся Мы Домой Ивор А И тут Такой Непростой Момент Что у Ивора Очень мало Войск Хе-хе-хе-хе Гриндан Быстро Не перебросит Их тоже Мы взяли Одного Эфрита Слушай Ну Мне кажется Вот такой Вот Вариант Посмотреть Сколько Здесь Големов И Родной Венец Скорби Давай Салага Малоболодой Ты еще А мы Молними Покидаем Ну я Ну я же был Готов Я же хотел Ничего Ничего Нормально Продолжают К нам Наши Собрать Троглодиты Стучаться Во все Двери Окна Я думаю Наш Соцпакет Он сильно Отличается От простого Троглодитского И Как-то Даем Мы ощущение Не знаю Уважения Достоинства Что с Троглодитами Стали считаться Это очень важно Это прямо Это прямо Критично Не Ивор Слушай Твоя битва Впереди Как бы Я тебе Уверяю Все будет Но чуть попозже Что-то глупо Сделал Ладно Троглодита Лишнему Ничего страшного Все хорошо Мне кажется Знаете Есть какая-то Такая Добрая Отеческая Любовь Гриндан Мне кажется Не догадывается Что Моложавому Ивору Ему там Пара сотен лет Как любому эльфу И так По-отечески Знаете Заботится Мой Как говорится Да Мой пацан Ну и Подставляет Грудь Под Нападение Да не Я верю В Гриндан Все будет Нормально У него Очень Сильная Молния Достаточно Маны Но если что И он придет Отвоюет Мерланды Как-то Кругами Ходит Девушка Вы познакомиться Нет Я только Спросить И он Шмыг В регистратуру Мимо нас Ишь ты Какая Верткая Ведьмочка Ой Ясна Охо Вот Это был Ход Уже Там какая-то Мина Или что Почему Что 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 Произошло Это я возьму Клон ясновидение А чего Геон Уверен Будет Очень рад Так 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 Гриндан Хочешь Это Кася Пришла Снова За свежей порцией Поражений Мне кажется Надо Гриндана Отсюда Пускать Так вот Аккуратно Бабах А что Будем Специализироваться Малая армия Много маны До нас Там час не добегают Мы точно И восстанавливаем А там Глядишь И удвоение Маячит А чего бы и нет Так Вот По-моему Опять я пытаюсь Что-то Повыпендриваться Типа Попытаться Стать так Чтобы они Сразу Под меня Глупости Это все Ну серьезно Вот Вот прям Глупости Вот так Вот Давай Трои Умничка Мантикура Понимает Продвинуто Да Угу Когда пойдем В поход Это будет Очень ценно Ивар Такой Тут Клины Там Тоже Не очень Сбежать Вон К Заточению Ай Трогладит Все В порядке Ну Краем Случа Разобьюсь На Эфрите Так Вот По-королевски А что Могу себе Позволить Знаете ли Щера Драконов А что Через Ходов Так Двадцать На Треть Через Три Недели Может Чуть Кого-то И удастся Построить Я не знаю О Свежее Мясо Ну Давай Давай Вышли Элементали Не могу Присмотреть На Мерлан Дочина Мне нравится Такая Прям Заводная Бабонька Веселая А знаете Да Бывает Девушка Вроде Не в твоем Как-то Вкусе Но Что-то В ней Есть Какая Это Взгляд Не знаю Химия Просто настроение Хорошее С таким человеком Приятно Находиться Рядом Держать От него Осаду Кидаться По ней Молниями Ну Понимаете Да Конечно Понимаете Гриндаун Стала Слушай Ну прям Полноценная Мне кажется Замена Геона Надеюсь Он Не увидит В этом Ничего Плохого Ну Молодец Один Два Семь пять Это Очень Серьезно Это Очень Очень Хорошо Ну Все Ребята Дальше Вас ждет Как бы Ров Ага Молодцы Стреляют По самым Таким Лютым Я бы сказал Давай Ледяной Молнией Как мне нравится Это удвоение Как-то знаете Раньше Ну Не замечалось Что Элементали Там Ну Как-то Не пользовался Кто не к этому Извим Или к тому Тут прям Получаю удовольствие Так Ой-ой-ой-ой-ой-ой Вот это Это удовольствие Нам не нравится Это мне Нехорошо Угу Ну это Баллистика Это Ничто иное Конечно Делаем Замедление И вот Я не знаю Чего Дальше Страшно Друзья Будете Боевые Троглодиты Вперед Разменялись Два на три И еще Угу Надо В пепел Только В пепел Угу Сейчас Сейчас Исправимся Все будет Хорошо У нас Дело в том Что Молния Бьет Ненамного Сильнее Чем Наша Стрелка Магическая При этом Стут на 10 Против 4 Но Иногда Нужно Максимально Быстро Вырубить Оппонента Отбежал Все таки По моему Льва Нашего Победят Ох Победят Нашего Льва Так 18 Можно 15 Ну что Такое Остались Только Водяные У нас уже Раз Нет Увы Увы Еще есть Минус Удачи Да К сожалению Ланда Убегает Тут же Ну хотя бы Развлекла Хотя бы Развлекла Старика Спокойствие Внимание Сейчас Они Появятся Такая Экономическая Мощь У врагов Мне Прям Даже Страшно Представить Но мы Тратим Все Наше Золото Не на Капитальные Да Какие-то Вещи Драконов Например А вот На то Чтобы Отбиться Поскорей Только Выжить Только Выжить Алкин 10 19 Верн Где-то Я такую Армию Уже Видел Возвращаться Так Сомнёт Тут Можно Вообще Очень Ловко Встрять Если Честно Может Как-то На Противофазе Ударить Варваров Прыгнуть Тут Розик Пошла Стратегия Пошла Тактика Пошло Не все Такое Сложное Одного Дня Нам Не хватает До получки Точнее До популяции У Товарища По работе Её Не займёшь Так бы Мы конечно Отбились Таким-то Количеством Золота А здесь Вот вопрос Это риск Это риск Можем Можем Ли Мы себе Позволить Отдать Игриндана И Наш Родной Капитолий На Коем Зиждется Наше Могущество Чё-то Не знаю Другой Стороны Геону Темп Терять Ну Прям Совсем Не Хочется Да Прошло Несколько Курсов По Самообразованию Надеюсь Что Эти Хоть Джины Будут Охранять Не 15 Тыщ Опыта И Скорее Всего Это Так Скорее Все Там 10 Потому Что За Ними Особняк Соответственно Единицы Ценности Очень Сильно Будут Уменьшены Армии Вроде Не Стало У Нас Как То Недостаток Да Но Все Более Серьезные Враги Давайте Сначала Замедлим И Сейчас Наверное Начнем Косплеить Огненного Бога Моранов Вызвать Помощников Давайте А Их Совсем Не Жалко Тем более Я хотел сказать С нашими Характеристиками Так Можно Вообще Подставляться Но Вот Нет Нельзя 4 7 Ну Он Снял Отмашку На самом деле Можно Лупануть Как Следует Так 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 1 2 Давай Сюда Медузу Нельзя Подставлять Медузу Это Прям Неправильно Наверное Нужно Будет Немножко Отманить Дома Ну Тоже Тратить Не хотелось Через меру 20 Эти Стоит Вот Не знаю Обойдусь Я без Молнии Или Без Потери Кого Нибудь Выстрел Здесь Ну Надо Отползать Получается Получается Надо Отползать Верно Отлетает Минотавр Тоже Кто Знает Этих Джинов А Огневичок Вополняет Свою Прямую Функцию Нормально Вроде Держатся Вторых Я вызывать Скорее всего Не буду Выстрел Еще один Третий Ну чтобы Знаешь Со всех сторон Было ощущение Летели стрелы Панику Панику Наводить Главное Чтобы не было Морали И все Будет Хорошо Снял Отмашку Этот Сюда Ну и Врезаются Да Что делать Что делать Три Трех Можно 26 урона Выстрел Еще один Медузы у нас Королевичны Поэтому Не кончаются Стрелы Ну а 8 стрел Это Достоин Это Прям Нормально Минотавр Там Можно Можно 5-8 Это Это 7 И еще Разок Браво 3000 опыта Здесь у нас Оооо Я был готов Уже к 10 тысячам Опыта И возможно Даже не повышение Уровня А тут Двери измерений И цепная молния Вы помните Я мечтал О ней долго Долго В особня К вампирам Чуть не пойду Страшно Там Хотя конечно У нас есть Нежить Но нет Они быстрые Твари Чисто ради Опыта Птицы Познания А вот Когда нибудь Донесем Довезем Может быть Может быть Я понимаю Почему массовые Замедления Нет в луткасте Совсем по другому Это конечно Картина боя Сейчас бы Псы уже Плескали Своей Ядовитой Слюной У наших Ног Так Я думаю У них Нету шансов Что-то хочется Да По-моему Все-таки Жахнуть Как ты думаешь Как-то вот Не достает Спинотавр Еще будет Работу Свою Выполнять Я Да Хотел бы Наверное Следующим ходом Как-то Прыгнуть Дверью Измерений Если это Получится Мне кажется Прекрасная Мысль Благословим Чуточку Так Не добегают Там 3-5 Здесь Сюда Ага Ну и получается Что медузы Будут сейчас Жестоко Терпеть Агрессию Все нормально Не откусили Эй Минотавра Аккуратно Не трожь Минотавр С благословением Это вам Не просто так Выстрел Еще один Ага Так 8-11 Верно Ну я не знаю Тут как бы Надо по идее Нападать Будет Да Слушай Возможно Стоило Я думал Что выпадет Минотавра Мораль Нет Не получилось Не в этот раз Так А что я не могу Ходить Почему Что произошло Я не могу Почему-то Построить Ход Забавно Эти могут А ты не можешь Может я какую-нибудь Клавишу нажал Не то 11 тысяч золота Выкупить то и некого Гоблинов Победить Личей Ну тут вот Косяпия Это рядом Косяпия Рядом Можно и головы Не сносить Надо быть осторожным Сефирот Как-то Ну решила Да Гриндана Видишь Мы тут Обучили Образовали В инфернальных Кущах И он Пошел Защищать Родину Нашу Родину А теперь Сирот Подхватила Я не могу Никого Купить Гриндан Ну не могу Я не знаю Чего Куда Не знаю Не понимаю Могу Вот Ягара Отдать На съедение Алкина Чтобы он Хоть Жахнул Напоследок Хочешь Даже Ксирон Мне кажется Может Подставиться Если нам Удастся Если нам Удастся Алкина Отвлечь И чтобы он Один ход Не нападал Это будет Феерично Это будет Прекрасно Это Просто Замечательно Наверное Так и сделаем Вот сюда Ивар Для отвлечения Не годишься Слишком хорошо Прячется В своем Зеленом Плаще Он даже Не заметит Поэтому Да Оставайся Где-нибудь Тут Куда Можно Спрятаться Почему Перестало Делаться Ладно Да нет Вроде Ладно Какой Какой-то Глюк Может Может Починиться Может Починиться Может Нет Плюс Одна Атака Мало Ты еще Ленингрендан Не добегает Что Можно Сделать Вот Разделиться Могу Ой Че-то Чувствую Я Как-то Как-то Сердце Не на месте У меня Не на месте Дамакон Говорит А вот Надо было Меня Оставлять Надо было Меня Качать Я бы Не испугался Ага Внезапно Там где Проходил Геон Выскочил Кто-то С красным Флагом 6 13 5 3 Ох Ох Хе-хе-хе-хе-хе 8 13 Ну Циклопы Явно Не родные Циклопы Заставные Заставные Тут Тут все Понятно На играт Лек легся На Ксерона Нет И Идет Жестокое Поражение Да Не Надо Выставить Надо Выставить И Самое Время Для Клифф Хенгера Получится Леугриндана Мага Крепкого Опытного Отстоять Родной Венец Скорби Откидаться Молниями Или Орды Болотной Нечисти Возьмут Верх Узнаем В следующей серии Возможно Через Неделю Или Через Две Если Душа Запросит А вот Каста Большое Спасибо Что Посмотрели Впереди И еще много Интересного Огромная Благодарность Тем Кто Поддерживает Канал До встречи Герои Навсегда